Казачьи кадетские классы и учащиеся школ станицы Анапской ознакомились с экспозицией под названием «Они защищали родину», которую подготовили Народный музей станицы и музей имени Героя Советского Союза Сурена Аракеляна. Ребята узнали о боевом пути кубанского казачьего кавалерийского корпуса, о 414-й грузинской стрелковой дивизии, о 81-й красноснаменной бригаде морской пехоты. В зале о событиях Великой Отечественной войны школьникам рассказал председатель Совета ветеранов Анапского сельского округа Эдуард Мавян. Древняя богатая история города и заслуги русских солдат в годы Великой Отечественной и русско-турецких войн дают Анапе полное право носить почетное звание «Город воинской славы». Историю своей малой родины, своего государства нужно знать и никогда не забывать, отметил он. То, что надо знать историю нашего государства, это аксиома, о которой никогда нельзя забывать. День и ночь надо помнить об этом. В 1942 году Анапа была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. И целый год город переживал все ужасы неволи. Ожесточенные бои за территорию города шли в море, на суше и в небе. Советские войска освободили курорт 21 сентября 1943 года. Набрались, как говорится, сил и освободили и Анапу, и весь наш Советский Союз. И мало того, что освободили нашу русскую землю, освободим мы всю Европу. Работа Патриотического клуба «Исторические хроники» подразумевает не только встречу молодых ребят и поколение опаленного войной, но еще и творческую деятельность, говорит депутат Совета города-курорта, директор Анапской централизованной клубной системы Светлана Хижняк. Мы подбираем с такими же ребятами, как вы, подбираем фильм. Фильм о нашей истории, истории нашего края. Фильмы эти документальные, они исторические. Я думаю, что это очень интересно, когда вы знаете свою историю. В этот день школьникам был показан фильм «Неизвестные воины России. Анапа. 1791 год», в котором ратная история Анапы уходит корнями в далекое прошлое, во времена, когда на месте нынешнего курорта располагалась турецкая крепость. Именно она стала важнейшим стратегическим, политическим и опорным пунктом, который превратился в настоящий камень преткновения двух держав борьбы России с Османской империей.